С 1 октября 2024 года индивидуальные предприниматели вправе создавать юридические лица в упрощенном порядке. Такое право установлено Законом Республики Беларусь от 22 апреля 2024 года, номер 365-3, об изменении законов по вопросам предпринимательской деятельности. Закон устанавливает обновленную архитектуру предпринимательства и предусматривает две категории занимающихся предпринимательской деятельностью – юридические и физические лица. Виды деятельности, которые смогут осуществлять индивидуальные предприниматели, будут определены правительством до 1 июля 2024 года. С 1 октября текущего года регистрация новых индивидуальных предпринимателей по видам деятельности, которые не войдут в планируемый перечень, прекращается. Они имеют право работать только до 1 января 2026 года. Чтобы продолжать деятельность дальше, им предстоит трансформироваться в юридическое лицо. При этом для таких предпринимателей вводится упрощенный порядок перехода в коммерческие организации. Вместе с тем не допускается государственная регистрация коммерческой организации, создаваемой физическим лицом, зарегистрированным в качестве индивидуального предпринимателя. В случае включения этого лица в перечень организаций формирования индивидуальных предпринимателей граждан, причастных к экстремистской деятельности, в перечне организаций физических лиц, в том числе индивидуальных предпринимателей, причастных к террористической деятельности. Права и обязанности, включая исполнение налоговых обязательств индивидуального предпринимателя, переходят к этой организации в соответствии с передаточным актом. Уплачивать государственную пошлину за регистрацию такой коммерческой организации не требуется. Уставный фонд может быть сформирован в любом размере, кроме акционерных обществ в течение 12 месяцев с момента ее регистрации. Все права и обязательства, которые имелись у индивидуального предпринимателя, перейдут к зарегистрированной организации, в том числе и обязанность предоставлять налоговую декларацию. При создании коммерческой организации индивидуальный предприниматель обязан не позднее даты предшествующей государственной регистрации коммерческой организации представить налоговую декларацию расчет по налогам, плательщиком которых он является за истекший налоговый период или за период с начала текущего налогового периода по день ее представления. Налоги индивидуального предпринимателя уплачиваются созданной им коммерческой организацией не позднее 22 числа месяца следующего за кварталом, в котором создана организация.